В этом году 56 лет отмечает Краеведческий музей и Якимовичской средней школы. Позади почти 6 десятилетий работы, но энтузиазм руководителей и творческая пылкость детей только растет. А вместе с ними развивается и сам музей. В 1965-м, в год образования музея, на него отвели одну скромную комнату. Сейчас же, уже в новом здании, выставочный зал увеличился вдвое и совмещает несколько экспозиций. Не изменилась за эти годы только самая важная – обстановка и экспонаты. Все собрано и расставлено по местам руками коллег, учителей и школьников. Начало традиции сохранения памяти положил директор школы, активист и общественник Иван Чистяков, вместе с патриотически настроенными учениками. В то время в стране было движение красных следопытов, когда школьники помогали семьям погибшим во время Великой Отечественной войны отыскивать и разыскивать своих родственников, места их захоронений и о них какую-то информацию. И вот наши первые краеведы, краеведы нашей школы этим тоже занимались. Более полувека в музее не останавливаясь кипит работа. Организовано несколько выставок, связанных с разными периодами русской истории. Здесь и православные святые, и коммунистическое прошлое, и школа Советского Союза. Интерьер русской избы, одежда и обувь смоленских крестьян, предельный станок. Все можно потрогать руками и примерить на себе. По словам руководителя музея Елены Гречиной, элемент интерактивности, пусть и простейший, вовлекает детей в живой диалог с прошлым. Сюда стрелялась такая палочка, специально вращается на камнях, и вот в это отверстие высыпалась мука, а сюда засыпается зерно. Вот трудно современному ребенку, конечно, понять, что такое жерного, если не посмотреть и не попробовать его крутить. Но жемчужная коллекция музея – история родного края, вовлеченная в Великую Отечественную войну. Здесь хранятся результаты многолетней деятельности местных поисковых отрядов, исследований и объемных монографий, созданных школьниками. На стенах фотографии героев, личные истории и подвиг, ставший общим для всех жителей деревни. Нежно и трепетно относятся хранители музея к вещам и творчеству земляков, оставивших след в большой истории. Это Анатолий Николаевич Рыленков, сын нашего известного поэта Смоленского. Он выпускник нашей школы. О своих воспоминаниях он тоже написал в книге и в ряде своих стихотворений. И один из рассказов таких называется «Поездка Викимовича». Вот сборник его стихов рассказов. Значит, вот он окончил школу начальную недалеко от своей деревни, ближайшую, куда было близко ходить, а потом уже учился до 10 класса в нашей школе. В 2020 году деятельность музея была отмечена на Всероссийском конкурсе на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны. Руководителям учреждения удалось достойно представить свою работу и занять призовое место на федеральном этапе конкурса. Мы там заняли второе место. Это, конечно, для нас очень значимая такая оценка нашей кропотливой работы. За десятки лет работники музея, кажется, открыли секрет успеха – идти в ногу со временем и вместе с тем оставаться верным себе и своей цели. Культура в глубинке держится на энтузиастах и мечтателях, на любви к истории и дому, а еще на страстном желании сохранить после себя память. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.